сегодня дать вам такую интересную тему хочу с вами обсудить то как мыслят успешные люди это как мыслят неуспешные люди частично мы эту тему затронули в москве я сегодня хоть пробежаться прям тезисно по как можно большим количеству пунктов чтобы максимально у вас могло быть это все зафиксировано и чтобы максимально соответственно было понимание что необходимо пишите вот эти все минусики я сам вижу когда меня выкидывает поэтому это только лишний раз отвлекает а несколько лет назад я жил в городе элиста это республика калмыкия это маленький деление хода примерно 6000 рублей в месяц это порядка 100 100 долларов на сегодняшний момент в месяц это средняя зарплата в городе в котором я родился и прожил до 17 лет вот так же так получилось что всего за каких-то там несколько лет мне удалось переехать в москву кардинально поменять свою жизнь да все дело в изменении мышления и я сегодня говорить об этом именно про то на что обратить внимание именно в мышлении окей а ну что ж давайте так как мы да я пока буду повторять предыдущие меня снова будет выкидывать я не знаю на самом деле что происходит с этой комнатной почему-то такие вещи происходят как бы странно но не знаю а из нескольких гаджетов из двух айфонов и из двух макбуков пишите первое успешные люди всегда позитивны люди всегда позитивны вы знаете успешные люди они в принц находят радостные хорошие мгновения практически во всем я хочу чтобы вы научились тому же самому искать во всем плюсы пусть у вас будет такая идиотская задача радоваться неудачам удачам неважно вы должны себе принять такую позицию что любая удача и любая неудача в любом случае приближают вас к вашим целям с такими людьми ко мне общаться они приятные собеседники они притягивают к себе других людей а потому что негатив щеки они отталкивают от себя людей поэтому первый пункт быть всегда позитивным и не на словах а реально в поступках в трудностях в стрессовых ситуациях мыслите позитивно сколько вы умеете решать те или иные ситуации помните что вы лидеры на вас смотрят все остальные и вы являетесь примером это первый пункт во всем искать плюсы и понять что любая удача и любая неудача в любом случае продвигает лед второе вера в успех знаете успешные люди они верят в успех и они сами себя не накручивают они не говорят там сами себе да вот я неудачник а у меня не получится и так далее успешно люди говорят а вдруг получится я верю что у меня получится у меня все для этого есть чего нет но приобрету вокруг есть нужные люди нужные навыки нужные знания я все это смогу приобрести поэтому то что необходимо у меня все это уже есть и и соответственно при этом нужно постоянно еще раз да запишите верить в свой собственный успех вера в собственный успех если что-то может не получиться так всегда бывает и рассчитываешь на одно но не всегда получается так как запланировал ничего страшного это не значит что ты там обречен на неудачу нет это значит что для тебя там наверху готовят более какой-то другой расклад то есть необходимо понимать и верить что тот кто есть наверху он за нами присматривать и он лучше знает как и каким образом нам с вами достичь своей цели и он нам дает какие-то моменты нужных людей какие-то ситуации что-то еще чтобы мы это восприняли как знак и решив ту или иную ситуацию продвигались дальше вперед продолжает верить в победу третий пункт не бояться ошибок вы знаете многие люди они боятся допускать ошибки потому что начиная еще со школы учишь ну вот там нельзя ошибаться ошибаться ошибешься получишь плохую отметку получишь там замечания что-то еще у нас с детства обучают скажем так тому чтобы не допускать ошибки они все делают для того чтобы мы боялись допускать ошибки иначе мы будем наказаны но поверьте мне не ошибается тот кто ничего не делает я тоже допускал своей жизни ошибки да но если бы не те допущенные ошибки не было бы того что есть сейчас то есть это такой постоянный поток ошибок который ты по жизни делаешь пробуя что-то новое пробуя пробуя что-то делать и так ты всегда должен извлекать выводы выводы из всего что происходит допустил ты ошибку но окей извлеки выводы зачем тебе дана эта ситуация чем она может быть тебе полезно вот это очень важно друзья опыт это сайт ценное что вообще может быть в этой жизни это личный опыт на эти ошибки они топают тот самый да по он нужно не бояться допускать ошибки на вдруг я сейчас пойду разговаривать с человеком что-нибудь не то скажу но ничего страшного иди что-нибудь не то скажи какая разница зато лучше и иди что-нибудь делай нарабатывай свой собственный опыт понимаете да окей скажите как связь как первые три пункта поняли идем дальше успешные люди не ищут оправданий напишите это тоже что успешные люди не ищут оправданий вы знаете я столько раз замечал когда люди с маленьким очень мышлением с мышлением бедных людей да они постоянно ищут оправдания своему какому-то бездействию они вот ну ничего не делают и придумывают этом этому всякие отговорки ну по типу там ну я вот сегодня не делал звонки потому что это 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 я там сегодня не делал встреч не проводил ни с кем никаких переговоров ну что там раз-два-три-четыре-пять я сегодня не смог прийти на обучение ну потому что то это 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 ну то есть они постоянно ищут отговорки оправдания какие-то своему бездействию а и он и он в ответ поверьте мне вознаградит вас очень качественным мощным и очень таким знаете потрясающим для кого-то результатом вот поэтому раз где ты в пользу бизнеса да не нужно искать никаких отговорок и оправданий не нужно оправдываться уберите у себя чувство вины успешные люди честны честны а вы знаете у них и давайте лучше напишите у успешных людей есть ценности есть ценности вы знаете что у нас компании есть ценности я о них вам постоянно говорил я надеюсь что вы о них говорите своим людям наши ценности честность порядочность да вы это помните заботу друг о друге результативность польза взаимоподдержка и так далее то есть это наши ценности и нам важно их прививать другим и успешные люди они живут на этими ценностями это по жизни их стиль жизни да это эти ценности всегда рядом с этими людьми с успешными людьми и это очень 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 важно и вы знаете почему люди врут знаете почему люди врут люди врут когда боятся есть хорошая фраза я никогда не лгу потому что я ничего не боюсь а врут когда боятся соответственно боятся кто боятся слабые люди а если вы хотите быть сильным лидером нужно перестать бояться и соответственно перестать врать нужно говорить полностью все как есть какая бы это горькая правда не была то есть прям вот как есть ты где тебе еще долго ехать ой я уже подъезжаю а сам еще из дома не выехал ну нельзя слушай я еще из дома не выехал извини подвожу тебя там с меня обед сейчас подожди немножко я немножко задерживаюсь все и один из наших принципов вы помните да что за все нужно платить за все нужно платить за все потрясающий принцип просто шикарнейший платить за все успешные люди придерживаются этого принципа платить за все все следующий пункт напишите у бедных людей есть привычка все получать на халяву это вытекающий пункт да из предыдущего у бедных людей есть привычка все получать на халяву нас пункт все все чувство халявы да вот это которая есть у бедных людей постоянно там урвать там на халяву что-то получить там проскочить зайцем там не оплатить там не додать там что-то там скрыть вот это вот чувство халявы ой ты тоже надо платить ну да прикинь платить надо ну то есть вот такие люди они немножко по жизни тоже раздражают которые любят халяву там все скидываются они на халяву ходят до найдя отмазки какие-то почему они не могут как-то хотел за все на платить сидит дома тогда значит это очень очень важно дать избавлю чувство вот этой вот халявы это ужаснейшее чувство и за все нужно платить вот следующий момент настойчивость настойчивость успешные люди они настойчивы они не сдаются при первой трудности а у нас же с вами вы замечали люди которые приходят в наш бизнес у них что-то начинает не получаться и они его могут даже бросить просто что им там три человека отказала все трагедия это не мое бизнес не работает что там еще понимаете вот это вот на самом деле очень сильное качество твоя настойчивость какая разница но сейчас там несколько человек тебе отказала но в любом случае будет успех если ты достаточно настойчив это как с колода карт помните что всегда в любом случае есть колоде карт 4 туза и ты это знаешь но ты можешь 32 человека отработать и тебе могут все отказать а потом придут сразу подряд 4 туза которые сделают тебе весь бизнес а это на самом деле один расклад то есть тут ты терпишь неудачи на старте а потом я приходит мощные лидеры с которыми ты качаешь там просто невероятные обороты опять-таки предостаточно настойчивости вере свой успех и при правильном мышлении другой расклад у вы можете сразу найти четыре сильных человека вот подписались вы и прям такая какая-то удача сразу у тебя пришли там сильные четыре туза но потом имей ввиду все 32 отказа дальше неизбежны ты должен быть готов кстати это воспринимается более болезненно даже чем первый вариант ничего это не получится не получается не получается не получается вам успех а приходишь и сразу успех а потом после этого ты падаешь у тебя ничего не получается многие это не могут пережить вот эту яму вот это падение они все могут выдержать но почему так происходит потому что не забывают что по-любому есть в колодке карт 4 туза если ты сразу выбрал четырех дальше 32 будет нет а может быть такое 10 нет 1 туз 10 нет 1 туз 5 нет 1 туз 6 нет 1 туз чаще всего в жизни бывает именно так пришел на старте 10 нет 1 туз 10 нет 1 туз вот так но если ты это знаешь если ты это понимаешь тогда ты спокойно делаешь этот бизнес ты спокойно его воспринимаешь ты не переживаешь потому что ты знаешь статистику ты знаешь что из 10 человек кому-то об этом расскажешь минимум два будут с тобой но это работает не на цифре 10 это работает при порядке с цифрой 100 не из 10 бар ну как бы теоретически мать по математическим законам да это из 10 2 но по факту это из 120 100 человек ты проведешь правильную качественную встречу и правильно будешь завершать встречу минимум 20 человек минимальный пакет в самом худшем случае оплатим у кого-то это 50 процент конверсии из 150 будет а у кого-то 50 но не бывает 100 из 100 и нужно это понимать а если только начал ты ничего не умеешь ты непонятно как выглядишь ты можешь связать двух слов ты работаешь не по системе ты по не посещать мероприятия на что ты рассчитываешь на каких ты был последний раз школах ходишь ли ты на все презентации в своем бороде посещаешь ли ты вебинары какую-то ли ты литературу вообще сейчас читаешь смотришь ты полезные ролики и самое главное делаешь ли достаточное количество встреч потому что все остальное это сопутствующие элементы приоритет максимальное количество личных встреч все остальное идет рядом просмотр полезных фильмов постановка цели там общение с партнерами чтение книг прослушивание вебинаров посещение мероприятий все это будет если вы все это будете делать но не будете делать встреч результата не будет если вы будете делать только встречи но не делать ничего остального у вас будет низкая конверсия много делаете мало результата но он все равно будет а если вы делаете много встреч и параллельно читаете правильные книги посещаете все школы от ваших лидеров все вебинары все презентации необходимые полезные видеоролики постоянно работайте над своим мышлением над своими привычками успех гарантирован согласны я успешные люди берут на себя ответственность что это значит ответственность это значит друзья что они не отлынивают от каких-то трудных задач например в городе нужно организовать в конференц-зале какую-то презентацию большую там приезжает вот сейчас нас турне делает олег николаевич ким он сейчас поэтому краснодар во все другие города ключевые да он там был сейчас санкт-петербурге там и так далее нужно это все организовать нужно первое собрать максимум людей да на приезд таких лидеров максимум людей залы должны битком быть нужно пиарить везде где только можно я вебинар про промоушен да на приезд лидера приезжают лидеры мега уровня это должно быть весь город должен на ушах стоять от этого события залы должны битком лам пица нужно создать ажиотаж полностью ты можешь не успеть он будет всего несколько дней это реальная легенда и у мы его попросили он прилетел там такой вот нам привез знания такие эти знания те позволят сейчас ближайшее время уже на десятки тысяч долларов выйти в месяц все бросай все отходи я тебе забронирую место просто вот никаких не принимаю отговорок будь там я тебя заберу за тобой заеду вот так понимаете да то есть ты берешь на себя ответ ты не просто такой а олег николаевич до приезжает а ну прикольно ну да там я думаю смотрите . я думаю я приду ну да у меня вроде там на эти дни особо планов нет я короче наверное пойду послушаю там чё за тему он там нам будут рассказывать нет это безответственность ответственность это когда ты под приезд этого человека собираешь максимум все что шевелится вокруг ты делаешь так чтобы они были потому что человек летит с другого города с другой страны испытывает вот этот вот все дискомфорт и прилетает чтобы тебе сделать бизнес а ты не удосужился людей даже позвать это безответственность и не говорите мне где брать людей 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 нет в окно выгляните людей нет вконтакте зайдите людей нет в инстаграм зайдите что людей нет нигде свою телефонную книжку откройте нет людей фотографии старые полистайте садика самого садик школа армия университет первая работа вторая работа первые бизнесы хобби спортивные занятия вспомнить у вас тысячи людей 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 нет что всех уже отработали со всеми сделки уже закрыли нет да вы за половину из них сами решили что это не для них акка с чего взяли что нужно за кого-то что-то решать ты видео ссылку скини все да нет все у вас есть прекрасный ролик пятиминутный скинул интересно да нет давай на связи что у вас несколько тысяч человек уже ролик просмотрели я что-то по количеству просмотров ролика этого не заметил там буквально чуть больше двух тысяч просмотров трех тысяч даже нет понимаете вы сами его посмотрели может быть у молодцы там и вы еще и не сами все его есть даже смотрели еще не то что раздали уже всем своим окружением если мы сейчас сложим весь ваш список контактов каждого из вас вот сейчас вас тут на вебинаре нашим до присутствует я вам сейчас скажу сколько человек 150 подключений от у нас сейчас 150 компьютеров за каждым компьютером сидит по несколько человек да где-то офисы целые сидят то есть ну пусть будет там человек 500 грубо говоря сейчас нас вот у каждого из вас есть по 500 контактов точно это есть я даже не беру ладно по несколько тысяч ну ладно да пусть будет по 500 бог с ним но сколько будет 500 умножить на 500 сколько будет 500 умножить на 500 25 тысяч вот 25 тысяч просмотров ролика павлика должно быть уже прежде чем бы вы мне сейчас сказали что где брать людей 25 тысяч человек когда посмотрит вот тогда будем разговаривать смотря как разослал олег смотря как разослал он сергей савича он посчитал друзья 250 тысяч двести 50 тысяч должно быть просмотров а сейчас меньше трех тысяч поэтому не надо говорить людей нет я уже всех обошел ты кого обмануешь то понимаете понимаете да четверть миллиона четверть миллиона четверть миллиона человек вопрос как много мы все это делаем как много людей от нас это узнает как много людей смотрят этот ролик который облегчает вам пол работы и так далее понимаете пожалуйста вот что значит ответственность ты берешь ответственность за свою семью за своих партнеров за свою команду за 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 своих лидеров за своих спонсоров компанию ты берешь ответственность на себя и успешные люди не боятся брать ответственность на себя а вот не успешные они пытаются отмазаться придумывая разные отговорки вот у шмифан вот тогда у меня пойдет эх вот когда вот прям будет оплата картами у меня сразу все пойдет ребята вы бы год назад бы пришли тут некоторые есть у нас в чате кто пришел год назад не было ничего не было слайдов не было сайта не было оплаты через банк не было чеков не было ни одного работающего продукта не было ни одной подаренной машины квартиры не было вообще никаких результатов по чекам ты не мог никого привести в пример не было системы не было тех топов которые есть сейчас не было половины администрации компаний которые есть сейчас не было открыто столького количества стран сколько есть сейчас и не было вообще никакого товарооборота он был в десять раз меньше чем сейчас была горстка людей там меньше десяти человек было пять там десять максимум человек было которые просто верили в свой успех пришли на пролом сегодня вы видите их в наших лидерах сегодня вы видите их в квалификациях зарабатывающими деньги поэтому не надо говорить что вам чего-то не хватает пришли бы вы назад я тогда не знаю чем вы говорили сейчас еще есть чего не хватает и мы это делаем но поверьте мне это не должно вас никак останавливать потому что то что есть сейчас это в сотни раз больше чем то что было в начале и не имея ничего люди достигли потрясающих результатов поэтому возьмите на себя ответственность за свою жизнь вам никто ничего не должен ни государства ни родители ни дети никто никому ничего не должен нужно всего в этой жизни добиться самому взять на себя ответственность и всего добиться самому а у вас для этого есть все вы в лучшей компании друзья нет ничего лучше в этом мире чем компания действий и она только 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 начинает раскрываться как вот этот бутон цветочка он только только начинает раскрываться это как маленький ребенок который только только начинает преображаться совершенствоваться развиваться и вы сейчас в самом начале компании мне тут некоторые умудрились сказать а конечно уже все места заняты я говорю а ну да говорю вообще не вопрос давай тогда говорю чё же поделать все уже ты опоздал конкретно окей следующий момент друзья предыдущие пункты давайте-ка напишите лучше что конкретно вы вы поняли что конкретно да вот перечислите прям напишите ну что ж дорогие друзья дорогая команда я вам хочу напомнить что наша с вами задача увеличится в 10 раз за этот год уже кончается февраль во первых хочу всех мужчин поздравить с наступающим праздником во вторых хочу вас всех настроить и напомнить что сегодня понедельник а завтра у нас закрытие финансового цикла завтра каждый из вас может получить деньги вопрос в том как вы проведете сегодняшний день и завтрашнее утро вот это то как вы проведете сегодняшний день и завтрашнее утро определяет то какой у вас будет чек уже завтра помните про все промоушен которые у нас есть друзья про малайзию про макси мини паки про семинар мероприятие огромнейшую конвенцию в санкт-петербурге покупайте билеты по лучшей цене покупайте макси мини паки по самым выгодным условиям доработайте всех кого только можно доработать обзвоните всех кого можно обзвонить закрывать цикл эффективно закрывайте новые квалификации улучшайте меняйте свое мышление в пользу успеха мы со своей стороны делаем все чтобы вам облегчить эту работу хотя вы и так сильные при любом раскладе справляетесь я вам желаю прекрасного цикла дорогая команда